Куплен ли бой? Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено разбору боя. Хабиба Нурмагомедова и Джасина Гэджи. Я объясню, почему этот поединок даже не близок к договорному и вообще проясню ситуацию вокруг подкупных боев. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Погнали! Почему в начале ролика я сказал, что не удивлен тому, что появились разговоры о том, что бой куплен и так далее. Опять же, я ММА-блогер. Я смотрю каждый турнир UFC. Не только UFC, а еще ACA, Беллатор и так далее. Да, не всегда все бои, но главные события вечера стараюсь не пропускать. И иногда в боях происходит такая просто уму непостижимая хрень, что ты сидишь и думаешь, да походу не только бойцов купили, а их семьи и всю их родословную. Но! Эти поединки тоже не договорные. Просто поймите, это ММА. Ни бокс, ни борьба, ни кулачные бои. Здесь может произойти абсолютно, прям абсолютно что угодно. Но речь о продажных боях заходит лишь когда дерется Конор, Хабиб, Федор. И вот еще в июле дрался Емельяненко и Исмаилов. Почему? Потому что эти бои смотрят просто проходные зрители. Не фанаты боев, а просто люди, которые поплыли на волне хайпа. На прошлом турнире даже девушки, которые никогда не смотрели UFC, закидывали в стори Хабиба. Да они даже не знают, что такое октагон. И отсюда следует, что ребята, которые никогда не смотрели до этого бои Гэджи, Сироны, Магомеда Исмаилова, считают, что эти бои купленные. И это нормально. Но все-таки, чтобы делать какие-то умозаключения и обвинять одного из лучших бойцов в истории, человека, который посвятил этому спорту всю жизнь, с пеленок, нужно хотя бы смотреть бои его оппонента. Я рассмотрю главные претензии к бою Хабиб Гэджи и объясню, почему эти замечания абсурдны. Ну да, бил ладошками. Все, бой куплен. Гэджи превратился в Нейта Диаза и попытался выиграть с лещами. Окей, то, что в бою с Тони он также делал, никого не смущает. Ну, возможно, его тоже купили. Поединок с Ковбоем? Он потом продался еще МакГрегору, поэтому все сходится. Бой с Барбозой? Так это сам Бразилец. Его еще легче купить. Так вот, друзья. У Джастина всегда были такие удары. То, что он бил открытой ладонью, это не означает, что вот, он не хотел случайно вырубить Хабиба. Поймите, что если бы Гэджи победил Хабиба, он бы получил в миллион раз больше, чем если бы его подкупили. Вы не понимаете, насколько крупной звездой мог бы стать Джастин. Это был бы апсет десятилетия. И вообще, такая работа, открытая ладонью против Нурмагомедова, вовсе неплохая идея. Благодаря такому удару он мог бы прихватить шею Хабиба и начать работать апперкотами из клинча. С купленным Барбозой было, например, так. Скажете, да ты что, Нурмагомедов же крутая борцуха. О чем ты? В эпизодах боя Маггравер Хабиб дагестанец уступил каждый момент с клинчем. Поэтому такая, возможно, даже заготовка, была бы крутым оружием против Хабиба. Гэджи потряс таким образом Барбозу. И грех было бы не попробовать провернуть подобное против Хабиба. Гэджи дрался против Фергуса на пять раундов и не выдохся. А с Хабибом выдохся в первом. На самом деле, я честно не понимаю, почему Тони, как обычно, не притинговал Гэджи. Возможно, просто Джастин сохранял слишком хорошую дистанцию и не боялся проходов от Фергусена. Но вот в чем прикол. В бою с Тони Хайлайт смог работать по плану, который выбрал перед боем. Он кружил вокруг Кукуя и постоянно ловил его на контратаках, без каких-либо проблем. Скорее всего, у него это получалось именно из-за стиля Тони. Если посмотреть бой против Джонсона и Гэджи, они схожи в каком-то плане. Просто Фергусену, несмотря на базу борьбы Джастина, нужно было постоянно угрожать тейкдаунами. Так, как это делал Хабиб. И, возможно, тогда он смог бы его утомить. Так вот. Ответ, почему там. Он продержался пять раундов, а тут всего два. Нурмагомедов постоянно оказывал прессинг. Бедный Джастин не понимал, что ему делать. Начнет контратаковать. Может провалиться и пропустить тейкдаун. Не будет убегать? Значит, будет застаиваться. И снова пропустить тейкдаун. Он максимально беспокоился о том, чтобы не зажиматься к сетке, как это делал Парье. И постоянно наматывал круги. Это его измотало. Страх пропустить тейкдаун. Давление Хабиба. Ярким примером, когда, казалось бы, кардиомашина подустал. Это бой Усмана и Колби. Бойцы звинтили нереальный темп. Но Комару постоянно наносил удары по корпусу Ковингтона. И прессинговал его. Как итог, Колби все-таки не смог сохранить силы. И был финиширован в пятом раунде. И опять же, несмотря на то, что у него просто лютейшее кардио. Посмотрите поединки Гэджи с Альварезом. Или с Джонсоном. Там бойцы взвинтили нереально высокий темп. И выдохнулись. Ко второму раунду. Хабиб. Задавил Гэджи прессингом. Я занимаюсь борьбой, тоже могу вам сказать. Что это как минимум неприятно. Когда на тебя давят. Многие ребята в зале просто выдыхались. Когда я постоянно прессинговал. И угрожал переводом. Сам я не сильно уставал. Но они прям ломались и говорили, что все. И со мной точно так же. У меня хорошая выносливость. Но когда на меня давят. Я, боясь перевода и пытаясь смещаться. Тоже сразу устаю. Возможно, чтобы понимать, как это работает. Нужно хотя бы немного заниматься изнаборствами. Я не мастер. И даже не близок к профбойцу. Но говорю про свои ощущения и наблюдения. Как на своем опыте. Так и при просмотре боев. Давление и высокий темп. Ломают даже очень выносливых бойцов. Не говоря уже о Гэджи. Который не славился своим кардио. Но это прям вред вообще. Как будто я просто так разбирал этот поединок. Перед их непосредственной встречей. Ладно. Джайсин Гэджи крутой борец. У него хороший бэкграунд борьбы. Он умеет стоять на ногах. И даже от парочки переводов Хабиба. А защищался. Но Гэджи ни в коем случае не джитсер. Даже близко. Джиу-джитсу и борьба. Это две абсолютно разные дисциплины. Да, ты хорошо стоишь на ногах. Не даешь себя перевести. Но что будет, если тебя переведут? Этот вопрос был у всех фанатов. И у самого Хабиба перед боем. Потому что он говорил, что реально не знает уровень партера Гэджи. И уже прямо в бою будет его оценивать. И судя по накинутому треугольнику. Уровень грэплинга Джастина. В разы ниже, чем уровень Нурмагомедова. В противном случае Хабиб никогда бы не рисковал топ-позиций. Если бы знал, что это может быть опасно. Да послушайте интервью Гэджи перед боем. Он так восхвалял этот поединок и говорил. Это будет рубка. Там будет все. Драма, кровь, ударка и борьба. И когда упомянули сабмишин, он сказал. Ах да, еще сабмишины. Но кому они нахрен нужны? У нас был вопрос. Какой он окажется в партере? Я говорил, что когда Гэджи находится снизу. Мы не можем увидеть от него какой-то хорошей работы. Он либо пытается сразу встать. Либо просто терпит. Поэтому уставший Гэджи был легким кормом для Хабиба в партере. И ничего удивительного в таком сабмишине нет. Просто джиу-джитсу Гэджи и Хабиба на разных не то что уровнях. На разных планетах. Как это? Нурмагомедов, который сразу же обычно бросается в ноги, дрался в стойке с таким лютым нокаутером. А Гэджи, который постоянно прессинговал, убегал. Как так? Ну насчет Гэджи. Он уже третий поединок к ряду выходит с таким стилем. Когда работает вторым номером и наматывает круги. А то, что Хабиб работал в стойке, это весьма логично. Он должен был быть готов к этому. В этом лагере он тренировал ударку больше, чем в любом другом. Почитайте или послушайте интервью его главного тренера. Хавира Мендеса. Он об этом говорил. Почему это? Почему он готовил ударку? Это же Хабиб. Я перед боем говорил, что у Гэджи есть лишь один шанс, и других геймпланов придумывать нет смысла. Попереть Нурмагомедова и попытаться снести ему голову. Но Джастин выбрал второй вариант, в котором он кружит вокруг дагестанца. И Нурмагомедов уже сразу понял, что нужно делать в таком случае. Гэджи рассчитывал на то, что он будет контрить стейкдауны. И в итоге Нурмагомедов устанет от самих попыток перевода. Но Хабиб уважал борьбу Джастина. Он знал, что его будет сложно повалить в партер. И если у него не будет плана Б, Американец его просто вырубит. Нурмагомедов пытался перевести Гэджи. Но как только у него это не получилось, Хабиб решил не тратить бензин пустую. И просто начал работать с Джастином в стойке. Он дрался с Гэджи на ногах не из-за того, что он хотел показать, какой он крутой ударник. Нет. Хабибу нечего доказывать в этом плане. Это был его геймплан и необходимость. Если бы он этого не сделал, то не смог бы так жестко измотать Гэджи. К тому же посмотрите на стойку Джастина. Он стоял очень низко, чтобы быть готовым контрить переводы. Думаю для него стало настоящим шоком, что Хабиб оказал на него такое давление, которое на него никто никогда не оказывал. И еще неплохо так попадал в стойке. Борец диктует, где пройдет бой. В стойке или на земле. И как говорил сам чемпион перед боем, мы знаем, что Гэджи не решает, где будет бой. Это решаю я. Я затяну его в глубокие воды и утоплю. И он так и сделал. Но почему Хабиб пер на Гэджи и Джастин при этом не смог почти ничего сделать? Все просто. Это я тоже отмечал в разборе боя. Для американца было 4 самых опасных навыков в игре Хабиба. Борьба, БЖЖ, выносливость и необычность. И как мы видим, он не справился толком ни с одним из этих навыков. Особенно не справился с необычностью. Нурмагомедов необычен в стойке. Он выкидывает удары так, как никто другой не выкидывает. Посмотрите на его фрунткик. Посмотрите, как он передвигается. Он коряв. В хорошем смысле этого слова. Он делает в стойке вещи обратные типичным. Парье и Макгрегор отмечали это после боя. И думаю, что Гэджи это тоже теперь понял. А зачем ему бить в партере? Для чего, если он может сразу финишировать оппонента? В бою с Парье он тоже не так много бил Дайстина. А пытался накидывать сабмишены. Нурмагомедов аргументирует это тем, что он наоборот оттачивает свои лучшие стороны. Он пытается свой лучший навык сделать еще лучше. Вот и все. Насчет того, что Джасим проявил уважение Хабибу после проигрыша. Без комментариев. Я не знаю, кто бы из вас не поддержал человека, который провел впервые бой без отца. Хабиб после каждого боя звонил Абдулманапу и спрашивал, как он выступил. И представьте, каково ему. Впервые в жизни. Он не услышит замечания. Или похвалу от отца после боя. Поддержали бы вы человека, которого казалось бы невозможно сломать ментально. Но тут он все-таки не сдержал эмоций. Даже он сломался и упал в слезах. Поддержали бы? Я думаю, что поддержали бы. Поймите, насколько высок престиж UFC. Хотя бы мысль о договорном поединке может разрушить все, что строила компания десятилетиями. Но опять же, переубеждать я никого не буду. Но считаю, что привел достаточно аргументов и фактов. Что победа честная и без каких-либо махинаций. Вот актер озвучки Тора будет у меня на канале. Он озвучит у меня на канале. Вы не поняли, да? Тор. Тор. Ты смотри, вот я два года назад сидел на мтифелях. Кто бы мне сказал, что у меня будет когда-то озвучивать актер Тора на канале, я бы никогда не поверил. Но. Саламалеку. Этот отрывок взят из моего инстаграма. Вот такая у меня была реакция на то, что у меня будет озвучивать Конора Иван Жарков. Больше меня и таких моих реакций можно увидеть в моем инстаграме. Ссылка в описании. Буду ждать всех. Ну что же, друзья. А на этом наше видео подходит к концу. Если ролик вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол. И вы были на канале TheStriker MMA. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...